Функция симметричная. Кстати, это не внимание, в прошлый раз мы с вами, когда рассматривали бесконечную глубокую яму, прямоугольную, да? Но для волной функции основного состояния мы получили, вот я давайте здесь примерно нарисую поведение основного состояния бесконечную глубокую яму. Это вот такой, половинка косинуса была. Тоже полокранообразная функция. Но здесь видите, здесь у вас функция обрывается, потому что яма бесконечную глубокая. В конечной яме, в конечной глубине у вас туннель не появляется, да? И вот это становится похожим на поведение, то есть на основное состояние, на полноуженство основного состояния гармонического стилятора. Дело в том, что вот этот вот параборический, вот этот потенциал, да, вот этот параборический. Ее можно сами, каким образом представить? Ну вот давайте представим себе, что это не главная такая клевая, а это такие ступеньки, как-то ступеньки. То есть этот блок потенциального, его можно представить из таких, как бы, кусочков, кусочков такого кусочек, постоянного потенциала. Ну, короче говоря, вот это, что я имею в виду. Ее вот так можно представить, да? Ну и так далее. То есть это как бы такая прямоугольная яма, да, но которая, в мере вырезания из ее, она так шире становится. Шире, шире, шире становится. И понятно, что в этом случае у вас для основного состояния в такой яме получится уже не обычный вот такой вот кусок косинуса, а она ширится. Почему? Потому что на самом деле в яме-то становится конечной глубины, в так же раз. Хотя это не такой обман, да? И по-другому можно к этому же результату подойти. Давайте так выдачу, вот. Писаем себе, что у вас основное состояние, это вот половинка косинуса, вот так вот, да? Половинка косинуса. Но мы смотрим, что яма-то все шире и шире становится, а значит, это косинус, что все у него, вот эти вот точки, они все дальше, 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 дальше постепенно уходят. Я в конце концов, вы видите, получается, растянутый пол косинуса, растянутые в обе стороны. Ну, я почему-то говорю, потому что на самом деле волновые функции для основного состояния во всех ямах они очень похожи. Они очень часто называют колоколом разных функциями. На самом деле это подчеркивает главное смысл основного состояния в яме. Это локализацию, локализацию вблизи дна ямы. Вот видите здесь максимум, волновые функции, а значит максимум и максимум плотности и вероятности. Функция, как раз, это центр ямы. Понятно, что в классике, с одной стороны, соответственно, просто частицы, лежащие в яме, вот, ну здесь не совсем так, но тем не менее, массовый функция прибор, это все-таки, да, но ямы как раз. Поэтому это колокола тразис, этот факт отражает факт локализации. Ну, а если мы поднимаемся, n в 0, n равняется единице, то понятно, что у вас функция меняется, и, конечно, появляется целяция. При n равном единице у вас появляется один уже узел, и волновая функция начинает так, и в единице. Ну, вот я, давайте я начну, ага, вот, все, все-таки сверху начну. Значит, будет один узел, она через ноль узел пройдет. Вот такой вот тема, это будет кусок, ну, это будет испорченный синус, о котором мы в прошлый раз, вчера, как говорили, испорченный синус. То есть для бесконечного глубокая яма, опять же, это будет соответствовать просто синусу, вот я его сюда рисую, да, внизу, вот он, это просто такой испорченный, он очень, я отвечу, растянутый, растянутый синус. Причем, когда вы начинаете растягивать, вот, он сопротивляется, да, сопротивляется. Поэтому у него вот эта часть основная, она все-таки, такая более жесткая. А вот, вот эти кофе, они помягче становятся, да, поэтому он растяжка, видите, как идет. Основное, основное поведение, оно как бы сократится вблизи центра, а вот хвосты, они там помягче, значит, они растягиваются. Ну и так далее. Это вот n равняется 2, у вас, значит, будет, такой косинус и так, это поведение. Значит, два узла у вас появятся, они будут слева-справа, нуля, два узла. Ну а дальше поведение будет так выглядеть. Ну и так далее. То есть, видите, появляется все больше и больше число осцилляций. Ну, повторяю, что так вот, на таком примитивном языке, как соответствует тому, что вы как-то пытаетесь из Явы выйти, вот, число осцилляций растет, и решение все больше и больше начинает напоминать, так сказать, такое решение для Харкенка свободного движения с осцилляющей волновой функцией. А все на этом, значит, о гармоническом осцилляторе. Что здесь можно еще только добавить? Ну, есть, значит, ряд задач, мы об этом добавили, тоже говорили, связанные с гармоническим осциллятором. То есть, значит, довольно много ряд задач, много задач. Это и расчеты, скажем, среднестатологичной амплитуды, уливания, расчеты среднего значения потенциальной кинетической энергии. Это проверка, там, теоремы-периалов для гармонического осциллятора. То есть, связь между средним значением потенциальной кинетической энергии. Все эти задачи проще всего, конечно, решать с помощью метода базоэкораптера, о котором мы уже говорили. С помощью метода базоэкораптера задача гармонического осциллятора часто очень в арифметических выдачах. Но единственное, что нужно, конечно, помнить о чем, о том, что из этих во всех выражениях. Это безразмерная величина. Поэтому, если вы хотите волновую функцию основного состояния, видите, вот она, как у нас описано, здесь x безразмерна, но если вы хотите эту функцию перевести, и, вернее, если вы хотите в этой функции x представить как обычную координату размера, ну, то есть метр, сантиметр, километр, где именно размер вы сидите, тогда вы должны функцию в силе 0, скажем, записать так, как в силу 0, на е в степени, то, что x это настоящий x, деленное на масштабное, вот и все. Так что будет е в степени минус x квадрат на 2L квадрат. Вот как это будет записано. Если вы x теперь размерным представляете, в любом случае, нужно помнить, показатели у экспонента должны всегда безразмерны. Вот видите, вот здесь тактикует x. x размерный, 0 тоже размерный, да? Или вот эту вот безразмерную форму записи. Используйте. Ну, и точно так же, если вы считаете каких-то средних, скажем, считаете кинетическую потенциальную энергосредние, то тоже надо учитывать, что все эти выражения, повторяю, получены для безразмерного x и dpdx. Значит, надо подставлять либо в чистить, либо в заминать. Все на этом. Ну, во-первых, это все линейный гармонический осциллятор. Осциллятор может быть, не одномерный, может быть, скажем, трехмерный осциллятор. Все эти вот задачи осцилляторные, они на практике, ну, я бы сказал, так чрезвычайно важны, потому что я уже говорил, что осциллятор – это модель, который широко используется, ну, скажем, для описания колебаний в подобных молекулах. раз, для перепонятого в пистоличных решетках, два, ну, и не только. Ну, чтобы мы все время с вами говорили, о осцилляторах поля, скажем, вообще, осциллятор электромагнитного поля. То есть очень часто мы под осциллятором понимаем самые разные физические объекты. То есть вот такая подкладка физическая, она может быть и самая разная. То есть в этом случае мы переходим под осциллятором в таком механическом смысле, как мы привели в классике, когда говорят о осцилляторе имеют в виду шарик на пружинке, маятник имеет в виду там струну и так далее. То есть какая-то механическая аналогия. Ну, в практике вкладка механики современной, конечно, очень часто собственно задача посциллятора может никак не быть связана, кроме формального уровня геметаниана, с механикой, с механикой. Ну, повторяя пример, электромагнитное поле сциллятора электромагнитного нет никакого отношения к механике, кроме формального подобия задачи, начиная с имени тренировок, со всяких там уравнений, с алгебры, с отличающихся операторами и так далее, никакого подобия с механикой может не быть. Итак, идем дальше. Следующий раздел точно решаемых задач это задача на движение в центральном поле. Итак, раздел движения частицы в центральном поле. То есть, это трехмерная задача. Будет у нас сразу трехмерная задача. Движение в центральном поле. Итак, движение в центральном поле. Опять же, если говорить о практике, то в этом случае сразу нам вспоминается задача атома водорода. атома водорода это вот самый типичный и, более того, я бы сказал, самый важный в прикладном отношении пример задачи на движение частиц в центральном поле. Почему? Потому что в кавтоме механики атома водорода мы рассматриваем следующим образом. есть метро тяжелое и самой простой модель неподвижный. Приколочен какой-то точек необычный. Сначала координаты приколачиваем за татар недорого от них. Ну, это источник поля Булоновского. И вот в этом Булоновском поле движется электрон. Классик по классике обращается по орбитам. Ну, по факту механики значит, фактически мы рассматриваем движение электрона, получим просто некий состояние электронное, которое мы по аналогии с классикой, по аналогии с Боровской теорией будем называть орбитами. Хотя такого механического аналога для этих состояний не будет. Ни кем-лиминя словом орбита, орбитальное движение, орбитальное мобильное. Мы будем употреблять вот об этом я уже много раз говорил, что в любой новой науке мы всегда стараемся использовать максимально терминологию подхода из старых наук, из предыдущих, из истории. Но там, где это не получается, мы еще попытаемся какие-то новые понятия вводить. Но всегда это делаем все-таки люди, как они консерваторы. и поэтому как-то людей, которые сильно так продевают, их обычно так осаждают. Иногда сильно осаждают. Они просто ждут. Прошу голову срезать, чтобы все было одолжение среднего. до сих пор действуют. Итак, задача движения в центральном поле. Опять же, начинаем все с гаминтониан. В коротке гаминтониан все начинается с гаминтониан. Итак, оператор гаминтониан частицы движения в центральном поле пишем. В квадрате задача теперь у меня становится трехмерной. В квадрате на 2м плюс повторяю, по умолчанию речь идет о движении отдельной частицы. Вот это очень важно, потому что как бы иначе куча вопросов может возникнуть, что за гаминтониан отможно взять? Нет, здесь идет об отдельной частице. Значит, для отдельной частицы гаминтониан состоит всегда из технической энергии она универсальный характер вносит. В квадратном поле ну, при с учетом того, чтобы это оператор. А вот потенциальная энергия, она как-то разная и она отличает как бы одну задачу другую. Для частицы движения в центральном поле потенциальная энергия зависит только от модуля R. собственно, именно в этом месте мы и выделяем частицу движения в центральном поле от любых других частей. То есть в общем случае еще раз повторяю, в общем случае здесь должно было постоять V от R со стрелкой в центральном поле просто V от R специальной энергии. Ну, что значит центральное поле? Вы знаете, на квантомеханик на задачах и на зачетах и на задачах тоже. То есть когда мы себя задачи проверяем. То есть задача, зачет, фиксатор, вот когда встречаешься с вами, да? Вот. Ну, частенько возникает вопрос связан с Аксанров, Монорозом, Ротатром. Вот. Ну и в конце концов спрашиваешь того, а что такое центральное поле? Ну, это вопрос еще не квантой механикой, центральной поле. Дальше, когда вы помните вопрос плоские волны, что такое плоские, плоские волны. Это не вопрос квантой механики, но, к сожалению, мы плохо это знаем. Итак, отдельно такой экскурс как бы в историю, что такое центральное поле? Центральное поле. Ну, я нарисую картину. Вот у вас центр, и поле центральное, через какой-то центр, выделенная точка, выделенная точка. Ну, а дальше я нарисую силы, действующие на частицу в этом поле. Видите? Сила направлена по радиусу. Ну, когда эти стрелки для силы могут направлены быть сюда от центра либо к центру, да, силы. Ну, в одно случае мы говорим «притяжение», но, в одно случае мы говорим «отталкивание». Вот. Ну, действительно, VL, R. Теперь, смотрите, я беру силу, считаю. Силу, это классика. То, что я сейчас расскажу, это классика, конечно. Итак, VL, R, потенциальная энергия. Я перехожу к силе, F. Но, сила, как определяется классик, минус, градиент, потенциальная энергия. Минус, как будто я следствую там хотел приписать. В общем случае, да, но мы же в ацидальном поле говорим, и значит, V, это есть функция только от модуля R. От модуля R. Ну, а как считается оператор градиента функции, зависящей от модуля R? Это векторная производная. И вот запомнить надо, что векторная производная от любой функции, зависящей только от модуля R, считается очень просто. Я продолжаю. Минус. А дальше берется производная не векторная, а обычная скалярная производная R. Значит, это вот так минус dV по dR. Вот я взял производную, но не вектор, видите, я взял производную. А вот дальше ее нужно умножить на единичный вектор в направлении радиус вектора. Вот как выглядит аккуратно взять этой производной. И вот тогда мы видим, что сила в виде будет параллельно радиус вектору. То есть она будет либо от центра направлена по радиусу, либо к центру по радиусу. Это вот классика. Ну, а в квадратной механике я просто говорю, что частица движущего центрального поля, это частица потенциальной энергии, которая зависит только от модуля R. R постоянная до выделенной для центрального поля точки. Ну, понятно, в атоме водорода эта точка будет точкой расположения ядра. И неявно мы будем все время эту задачу рассматривать с прицелом на атом водорода. С прицелом на атом водорода. Давайте я приведу примеры центральных полей. Итак, ВОПР примеры. ВОПР равняется, а вот сейчас поехали примеры. Ну, вот с атома водорода я начну. ВОПР водорода это просто энергия кулуумская энергия взаимодействия электрона с ядром. Ну, как-то обычно пишут минус ZE квадрат на R. Вот, кстати, та самая знаменитая формула, которую я уговорил в самом начале курса. Здесь раз, два, три, четыре, пять. Пять есть знаков, которые все между собой путаются. В доме повезло вот этой палочке. Ну, это им тоже более-менее еще повезло. Ее тоже приятно путают, но ее часто не пишут вообще. То есть вместо притяжения минус забыли отталкивание. Ну, а всем остальным здесь циферками буквы не повезло. Они все похожи друг на друга как две капли в этой правильно в этом вот и в вот и вот не повезло парочка будет. Центрые кварианты это потенциальная энергия взаимодействия с электронным сядром. Функция подмодуль иония вот самый популярный вид. Это так называемый кулоновский потенциал. Кулоновский потенциал. Я говорю с словом потенциал, но дело в том, что очень часто, когда мы говорим частицы движутся в центральном поле, мы говорим в центральном потенциале движутся, И более того, очень часто потенциальная энергия и потенциал, а они отличаются вот в случае электрических эффектов на заряд электрический, мы очень часто путаем, ну, так сказать, вот одно вместо другого термин, я имею в виду потребляем. Поэтому мы говорим, например, потенциал рассеяния, потенциал рассеяния в задаче рассеяния. Ну, потенциал рассеяния Электрон, она просто, ну вот он точно так же будет выглядеть, конечно. Потенциал рассеяния. Ну просто этот термин в русской литературе, он звучит, благослучно. Чем более длиннее потенциальная энергия и, я дальше скажу, что это потенциальная энергия рассеяния, это неудобно, почему-то, потому что не привыкли к так говорить. Привыкли говорить потенциал рассеяния. Вот потенциал рассеяния. Вот это с чем связано? Ну вот с терминологией нашей, с нашим языком. Я уже много раз говорил, что в русском языке очень трудно иногда разобраться с профессиональным языком. Почему? Потому что в нем много жаргона, во-первых, да? Но очень часто этот жаргон переходит уже в литературный, как бы, да? Ну, специфический литературный, это характерно для физической литературы, язык. То есть жаргон становится иногда устойчивым. Появляются устойчивые какие-то слова, сочетания там и так далее, и так далее. Ну, а если говорить о каких-то отдельных подразделениях, лабораториях, институтах, ну, чаще всего лабораториях, то иногда в лаборатории появляется свой язык. Ну, иногда, я рассказываю про наш мультет, иногда в лаборатории появляется свой язык, причем люди из этой лаборатории думают, что он как раз и есть тот самый правильный литературный физический язык. Но в соседней лаборатории, когда считают обороты, там по-другому все снимают, то их тоже вызывают. Обратите внимание, это все возможно в пределах мультетов. Ну, ага, чего говорить там в мире. Ну, а когда еще вмешивается английский язык, так, или французский, так, все это вообще уже катастрофа. Или там немецкий еще, так, почему? Потому что, во-первых, вот эта проблема благозвучия, вот, она огромную роль играет. Но ведь благозвучие вы не впишете ни в какие словари, особенно в этих самых хардкопий, которые, да, бумажки, ну, книжки. Вот, ладно, в интернете вы можете вообще, конечно, встретить разные варианты. Более того, там всегда, ну, в словаре, там, я имею в виду, типа лимба, вот, они комфортны в каком смысле, там, ты сам можешь участвовать, вообще говоря, формировать этого словаря, вот, просто ты можешь туда добавлять те варианты перевода, которые к тебе вдруг встретились. Никто не встретил раньше, а ты его встретились, ну, вот, ты приводишь его как вариант, он может прижить все еще, а может и не прижить, да, вот, я просто, в данном случае, вот, свою историю рассказку, вот, вчерашнего вечера, например, я все-таки думал, мне нужно перевести на английский язык. Такое сочетание, обзорный спектр, ну, вот, есть спиклоскописты, я вас экспериментатором снять его напишу, из ФМ, ну, в них это понятие называется обзорный спектр. Вот, как перевести слово обзорный? Вариантов много, сходу у меня никакой вариант не возникает, это может быть обзорный в смысле review, обзорный в смысле survey, ну, вот, пошел в словарь, там есть еще даже такой, вариант панорабный, но обзорный в смысле, вот, вы залезли на голову, смотрите, ну, панорабный такой, да, вот. Начал смотреть, в поиск просто, вот, варианты, оказывается, где-то в интернете, тот, тоже, кто-то задавал себе такой вопрос, как перевести слово обзор, я, кажется, не единственный, вот, нашлось там где-то два человека, которые, вот, обменялись даже вариантами, в survey, оказывается, подходит, да. Да, потом я еще и в статье в одной пошел, вообще, не в интернет, а уже полез в сайт журнала физического, так, и там в поиске, внутри журнала уже, ничего. Да, а у кого-то дороже, все-таки, service factor, обзор спектра, то есть, это вот, а, если ты увидел у кого-то этот вариант, ну, ты как-то уже прецедент, ты его спокойно уже используешь, вот. А так может и ловида наступить, такой дебютно, потому что следующий теперь увидит еще и твой вариант, да, ага, у тебя будут ввенжены, вообще, правильно, но в словарях в этом и не найдете. Почему? Потому что есть физические слова и хорошие, а на русские физические слова, вот берете и ищете там совесть этого, нет, там такого, конечно, нет. Вот, хотя там много чего есть, вот, но там много чего есть из той истории физической науки, которая там дядется, знаете, уже много столетиков, вот. А вот современные какие-то читали, там ничего не найдете, вот. И если вы будете использовать этот словарь и будете выходить с этим переводом на публику, все так подумают, что вообще откуда вы свалились. Вот это часто бывает вот с этими старыми словарями, будьте осторожны в этом плане. Итак, вот пример, самый популярный пример кулоновского потенциала, кулоновской потенциальной энергии. Надо запомнить, что форма может быть немножко другой, по-другому может быть эта форма выглядеть. Что имеют, ну, например, мы рассматриваем на электрон, взаимодействующий с ядром, а скажем просто два заряда, взаимодействующие кулоновским образом, через кулоновское взаимодействие будет, ну, или так, когда Z1, Z2, E2 на R. Z1, Z2, E2 на R. Вот. То есть, собственно, к терминам кулоновское взаимодействие, кулоновский потенциал относится к зависимости по единице на R. Вот зависимости по единице на R, потенциальная энергия, относится именно к кулоновскому взаимодействию. Ну, конечно, когда речь идет о галитрическом взаимодействии, безусловно. Раз. Дальше идем. Специфический потенциал. Специфический потенциал вида, вот смотрите, как он выглядит. Я теперь внутри его ничего напишу вот так. Фигурную скобочку. Это 0, если R равняется A, и бесконечность, если R не равно A. Пространственный ротатор. Пространственный ротатор. Пространственный ротатор. Это частица, движущаяся по сфере. Частица, движущаяся по поверхности шара. Определенного радиуса. Видите, радиуса A. Вот. Бесконечность здесь. О чем говорит? О том, что эта частица не может уйти с поверхности шара, то есть со сферой. Вот. Потому что как-то для нас пытаются уйти. Видите? Потенциальная энергия, бесконечность. А здесь, что лодовая функция, при счете уравнений 4 рентгера, 0 должна быть, 0 должна обращаться. Это точно так же, как во вчерашней задаче бесконечно глубокой ямы. Здесь, на самом деле, мы тоже имеем дело с бесконечно глубокой, но сферической ямой, бесконечно узкой. Бесконечно узкой. Причем, вы даже видите, всего только один районус выведен. Я могу двигаться только по сферике. Только по поверхности шара. Здесь ширины-то нет совсем. Ну, вот, в таком смысле, ям, ямом, так сказать, смысле. Особенно бесконечно, стенки бесконечно высокие слева и справа, ну, слева, имеется в виду, вглубь, так, в центру. Если я пытаюсь уйти внутрь, как бы, да, шара. Или, наоборот, приподняться над поверхностью шара. То же самое бесконечно. И поэтому я могу двигаться только по поверхности шара. По поверхности радиуса А. А значит, у меня остается, обратите внимание, только угловое перемещение. Только угловое перемещение. Это тоже очень важный, важный тип, задача. Практически в этом случае мы имеем дело только с угловым перемещением. А значит, угловое движение. То есть, вращение. Ну, мы знаем, в школе вращение, да? Вращение, в самой простой школе, это вращение по окружности. Прилерного радуса. Ну, здесь трёхмерный вариант этого вращения. Хотя, на самом-то деле, когда я сказал слово «окружность», можно эту задачу упростить, свести её в двумерных задачах. То есть, движением по окружности. Ну, если мы в этом случае говорим о ротаторе, пространственном ротаторе, то в случае движения по окружности, будем говорить о плоском ротаторе. Плоском ротаторе. Ну, если посмотрите, да, значит, пространственном ротаторе, движение по окружности. То есть, там, в трёхмере, тут в двухмере, а одномерие, вариант в одномерии. Это интересный вариант. Это в одномерном пространстве будет, соответственно, x-констант по модулю, да? Вот. По модулю надо взять, скорее всего, да? Если аналогию. Это ещё всего две точки. Две точки на прямой с центром, а x равно дуга на две точки, плюс-минус а, скажем так. Ну, в смысле, движение, движение как бы никакого. Хотя, с другой стороны, видите, как между этими точками, в принципе, можно представить себе некое нырированное, так сказать, двухъятный потенциал. Но, правда, для пространства у ротатора, в первой ситуации, в которой он с этой точки отойти никуда не может. Поэтому, это фактически двухъятный потенциал, то есть, бесконечно глубокими ямами с двумя. Поэтому, никакого дуэлирования движения не будет. Ну, одномерный ротатор, это, как я говорю, понятие отсутствует. Это наша фантазия, они будут установлены только на двумерном ротаторе, то есть, на движении по округлости. Итак, вот два типичных примера. Третий давайте я ещё приведу. R равняется... А нет, не R. V, R, R, A, где у меня уже здесь написано, отстанут вот так. Всё. То есть, третий вариант, ну, наверное, и в общем, то есть, самым простым можно было бы назвать. V, R, вообще не зависит V, R, просто констант. Это, ну, а если V, R конца, то движение в однородном поле, в однородном поле, в поле-то однородном становится, да? Ну, мы с вами знаем, это свободное движение. В общем, как ни странно вообще говоря. Это что же получается такое? Вот этот вариант вообще странный такой, да, получается? Действительно, он подходит к понятию движения в центральном поле. Почему? Потому что V, R, вот, ну и вообще константно, так? Можно, как сам представить, как функция модулятора. Но дело в том, что движение, свободное движение, движение в однородном поле, это ведь движение с определенным импульсом. Там импульсограняется. А для движения по окружески вот здесь движение, ну, фактически тоже будет движение по окружески, ловноês, орбидалитYourOzski, та. Здесь точно движение типов движения по окружески. Аналога движения по окружески. Ну а как же свободное движение можно представить себе как движение по окружности? В партнер-механике можно. Вот вспомним принцип суперпозиции, например, да, принцип суперпозиции. И вот я вам сейчас приведу одну формулу, которая, вообще говоря, как бы несколько нам эту проблему, этот, на первый взгляд, казус, как-то немножко, в общем, нам его на более-менее сделает обычную, приемлемую, я бы, кстати, сказал. Дело в том, что мы в широком дальнейшем будем использовать одну очень важную формулу, это так называемая парциальная формула парциального разложения. Вот я беру плоскую волну, обратите внимание, плоскую волну, Е в степени ИКР, плоская волна, вот аккуратно записывайте, стрелки обязательно пишите, без стрелок это будет сферическая волна. И вот теперь смотрите, что я делаю. Я беру, раскладываю эту функцию по полиномам ли жанра. А полиномы ли жанра, они связаны с движением по окружности, потому что там будет фигурировать L, орбитальный момент. Вот смотрите, как это выглядит. Итак, сумма по L, порядка бесконечности, это просто разложение одной специальной функции, ну простенькой такой экспонентной, по другим специальным функциям. Так, в случае полиномы ли жанра. Дальше И в степени L, дальше 2L плюс 1, это какой-то центре, здесь так. А вот дальше пошла такая значащая часть. И вот L от K на R, без стрелок, вот я либо пишу стрелок, либо не пишу, это все правильно. Правильно. И умножить на полиномы ли жанра L от K на R, где ТТ, это угол между K и R векторами. Вот это разложение носит название парциального разложения. Вот, что оно гласит, но упирается в математическую точку зрения, еще раз повторяю, это фактическое разложение одной функции, знакомой нам по другим, в принципе, тоже нам знакома функция по полиномы ли жанра. Единственное, что здесь вот, как бы коэффициентом разложения перед полиномами ли жанра, но обратите внимание, функция до R зависит, да, полиномы ли жанра до R независимо, то под углов зависит. Естественно, что коэффициент разложения это будет не коэффициент, а функция R, вот она. Эта функция носит название сферической функции Бесселя, сферической функции Бесселя, Бессель с двумя, без и большой губкой. Сферическая функция Бесселя. Это, ну, есть такие вот функции Бесселя, я не знаю, в принципе, о них вам должны были говорить. Дело в том, что, видите, я из своих практиков могу сказать, что можно говорить сколько угодно, и можно слышать вообще-то сколько угодно, о чем угодно. Ну, это до тех пор, пока вы где-то вот это вот сегодня не применили, да, то есть можно говорить, вот там по ретам, портрет его нарисовать, вот график, там, материал, и что-то есть, вы его в руке никогда не держали, то это все бесполезно. Так вот, то же самое, да, сферическая функция Бесселя, это на самом деле обычная функция Бесселя полуцелого, полуцелого, ну, иногда говорят, аргументы, полуцелого ранга, полуцелого ранга, или полуцелого порядка, иногда так говорят. То есть она выражается через обычную функцию Бесселя полуцелого порядка. Очень важная функция, мы ее будем использовать многократно, многократно, вот, по-моему, в теории рассеяния она очень популярна, и в теории взаимодействия, ну, тоже, собственно, рассеяния, в теории взаимодействия систем гипоатомы с электромагнитным полем. Так вот, обратите внимание, здесь справа, под суммой, стоят функции, характеризующие, на самом деле, движение по окружности поленома Лежандра. Здесь недорого, буква Л используется, почему? Л – орбитальный момент. И на самом деле поленом Лежандра Ф0 фактически характеризует движение с орбитальным моментом 0. Л равна 1 поленома, это характеризует движение с орбитальным моментом 1, но я даже более того напишу, ниже мы его будем еще раз упоминать. Поленом Лежандра является собственной функцией электратора квадрата орбитального момента. Поленом Лежандра – это собственная функция оператора квадрата момента с собственным значением, соответствующим определенному Л рангу поленома. Поэтому P2 будет описывать фактически движение D-электрона, скажем, если мы это поленом используем для описания D, для описания электронов. То есть частицы с орбитальным моментом 2. Там P5 будет соответствовать описанию частицы, будет описывать угловую зависимость волновой функции для частицы с орбитальным моментом 5, ну и так далее. Так что же получается? Вот эта функция описывает движение с определенным импульсом P равнив hk. То есть это плоская волна, вот я ее специально рисую, плоская волна и просто свободная движущаяся частица на корпусулярном языке. Ну какое же здесь вращение? А с другой стороны, видите, мы справа имеем набор функций, которые описывают вращение с нашей классической колокольни. Что это означает? Кстати, обратите внимание, что здесь вот фигурирует R. Что означает? Что, ну, какой-то центр выделен у нас, да? Сначала координат выделено. Ясно, что эти функции будут описывать вращение как раз относительно вот этой выделенной новой точки. Ну, правда, начало координат я могу в любой точке взять. Так вот, теперь смотрите, как можно трактовать, значит, движение свободной частицы. Его можно рассматривать как суперпозицию вращений. Вот, судя по этому, да, суперпозицию вращений с разными орбитальными моментами. Причем относительно любой произвольно взятой точки. Можно себе это как-то представить? Ну, трудно, я бы сказал, трудно. Трудно, но можно. То есть, фактически, движение с определенным импульсом можно представить в виде суперпозиции движений с определенным моментом импульса. Это, как я так называю, момент импульса. Но единственное, конечно, у суперпозиции, там же и сумма, видимо, ну, рядом с конечностью, все идет. Это все находится в полном согласии с принципом суперпозиции в планной механике. В странную точку зрения импульсом механической нет, вот с классической точки зрения это немножко странновато. Потому что смотриющуюся частицу, писая через вращение, ну, как-то трудно. Вот, кстати, слагаемый с определенными L в этой сумме, мы связываем как раз с парциальным вкладом. Ну, слово парциальное разложение, оно связано с тем, что здесь каждый соответствует своему парциальному вкладу. Пашем, а там есть ли вам парциально-частичному вкладу. Таким образом становится все-таки теперь уже более понятным вот это вот. То есть движение в однородном поле, как движение в центральном поле. Тогда это можно применить. Почему? Потому что тогда любую точку в этом случае, любую точку, можно рассматривать как центр некого такого центрального потенциала. Любую точку. И движение свободное можно разложить, как бы, да, вот, на комбинацию, правда, бесконечного количества каких-то вращений. Странно, конечно, но что делать? Ну, здесь надо еще иметь в виду, и вот эту функцию тоже. Обратите внимание, что если вот для каждой парциальной иногда говорят волны, уже это же волна, да, плоская, а здесь мы раскладываем на парциальные волны с определенным L. Так вот, для этих волн полиномный жанр – это как угловая часть функции волновой для цифровой волны, а сферическая функция весель – это радиальная часть. Ну, на нее, конечно, надо обращать внимание, потому что анатаси здесь как раз своим, как бы, своей формой, конкретно, да, она как раз и обеспечивает вам это сложение аккуратное, сложение вращений, да, в свободное движение. Не так после этого сделано. Ну, вот, видите, как раз это может. Ну, и, наконец, да, давайте мы этими тремя вот примерами ограничимся. Ну, и на практике мы начнем вот с этого вот более простого, на самом деле, это рататор. Уже здесь только одно угловое перемещение работает. Вот, потом к этому водороду перейдем, ну, а об этом буквально два слова я потом еще в будущем расскажу, и все. Уже движение постоянно в однородном поле, в помыльных книжках, как движение в центральном поле, не рассматривается, да, чтобы тоже, наверное, не было. Все, до сегодня.